По теме стипендии в Госдуме предложили установить данные выплаты в размере не ниже МРОД для студентов, которые учатся очно. Авторы законопроекта напомнили, что при Советском Союзе стипендии были сопоставимы с минимальными зарплатами. Сейчас же, по последним данным, учающиеся вузов получают как минимум 1825 рублей в месяц. Правительство это предложение пока не поддержало. В отзыве Кабмина на законопроект сказано, что источники финансирования этой инициативы не определены. В кабинете министров также напомнили, что стипендии назначаются в целях стимулирования и поддержки освоения образовательных программ. А как живут тверские студенты, на что им хватает денег, какую бы хотели получать стипендию? Об этом мы решили поговорить с молодыми жителями областной столицы и их родителями. И вот что они нам ответили. Стипендию, чтобы подняли, да, было бы славно. Всем хотят. А почему? Потому что студентам всегда денежек не хватает. Логично. Да? Ну, на данный момент стипендия вот в Тверском ТВГУ вузе у обычного студента меньше трех тысяч. А те, кто живут в общежитии, отдают еще половину стипендий на это общежитие. Жить, конечно, невозможно. Наверное, бы хотелось, чтобы как-то учитывали нюанс иногородних, кто приезжает, поступает. Тот, кто живет в общежитии, чтобы тоже как-то рассчитывали на это. Ну, и льготники там, естественно, у них побольше стипендий по каким-то причинам. Устроиться на работу. Так как не позволяет учеба им. Так что, ну, и если есть возможность, конечно, студенты пускай работают. Ну, по мне, наверное, ну, если бы они получали хотя бы, ну, пускай около пяти, ну, четыре с половиной. Было бы, наверное, нормально. Потому что я мама двоих студентов, ну, и мне, конечно, тяжело. И не всегда у них получается работать. Социально незащищенные слои. Это многодетные семьи, как уже и есть. Семьи, где есть инвалиды. В том числе семьи участников специальной военной операции, наверное, тоже. Ну, так даже много сейчас категорий, которые уже пользуются специальными льготами. Но студенты в целом достаточно незащищенная категория граждан. Мне кажется, что и некоторым студентам тоже стоило бы. Я учился в свое время там в Советском Союзе, а теперь совсем другое. Поэтому я ничего не могу сказать там. Чем больше, тем лучше. Я прекрасно понимаю, что липенсии и нестипендии, они сейчас не соответствуют текущему состоянию. Все. Смотрите, я сама работаю. И так получу, чтобы... У нас не платят стипендию. Приходится помогать родителям. И чтобы оплатить за обучение. Приходится. Потому что стипендии вообще не дают. Ну, раньше было, конечно, но не сейчас. Очень трудно. Я считаю, что стипендия у нас в данный момент не соответствует желаниям, потребностям студентов. Потому что стипендия должна быть все-таки, как у нас в Госдуме сказали, по объему прожечного минимума. И в соответствии с этим у студентов есть три варианта. Либо ты просишь у родителей деньги, но учишься. Либо ты работаешь, но забиваешь на учебу. Либо ты все-таки пытаешься совместить, и не там и не там ты не выгадываешь. Поэтому все-таки вуз и вообще государство должно заботиться о своих студентах. Если мы хотим хороший кадр выпустить, компетентный, они должны вкладываться все-таки в учебу, а не в момент, когда ты должен зарабатывать деньги.